КВН 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 Те, кому не удалось побывать на осеннем КВНовском турнире и стать болельщиками одной из уличских команд, нельзя сказать, что многое потеряли, но кое-чего все-таки лишились. Впрочем, судите сами. Специально академия милиции, администрация Уличского муниципального округа поставила биотуалеты, а также биоподъезды и биокусты. Уличским ГУВД разыскивается серийный самоубийца по кличке Корявый. Особые приметы, но очень корявый. Поймал как-то водитель маршрутки золотую рыбку и молвила она. Отпусти меня, исполню любые твои желания. Говорит водитель. Хочу, чтобы население было инвалидом. И других льготников. Кто ходит в гости по утрам, то поступает в утро. Известным всем дарам, порам, на то оно и утром. Миша, сегодня ты идешь в гости к Маше. А ты, Маша, сегодня никуда не идешь. Ужная вечерняя в полах, хозяева снимают. Таня, угадай, кто к тебе пришел. Сережка. Нет, Миша. Миша? Боже, у меня же грязная голова. Что это у тебя? Борщ. Давай сюда, скажу, что попал под борщ. Мамо, я пево. Мамо, я пево. Мамо, я пево. Мамо, я пево. О, опять пельмешек налепила. Молодец-то какая, а. И когда ты все успеваешь, на пять секунд выйти нельзя. Перестань лепить, дура. Как и обычно, уж так уж повелось. Проведение КВН было задумано и притворено в жизнь по инициативе самих же команд-участниц. Но при самой, так сказать, активной и горячей поддержке и опоре отдела по делам молодежи и спорта, социального агентства молодежи и, разумеется, непосредственно Дворца культуры, где и происходило само действо. Лыжечки! 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 Товарищ, это лыжи! Так, лыжи! Маши? Мои! Обе! Обе? А что? Чего, надо что-ли лыжи? А вот если бы у меня было две лыжи, я бы одну обязательно подарила бы Маше и Вите. А кто такие Маша и Витя? Не знаю. Никаких Маши и Витей. Ну это же мы, вы нас не помните, что... Стопали до вас летать. Не помню я ничего. Как нам будет с бедою этой Витя по совету? Товарищ, а не пробегала ли здесь Снегурочка? Ага. Ну мы те, ну те, ну они же, ну которые... Ну которые Снегурочку. Ага. Маша и Витя. Ну да. Маши точно узнал. Товарищ, мы ищем Снегурочку. Отвечайте, пробегала или нет? Да, Снегурочка. Пробегала ли? Две. Как две? Как нам будет с бедою этой Витя по совету? Да Маша, не до того мне сейчас. Как нам будет с бедою этой Витя по совету? Перестань петь, дура. Да ладно, Витя, не нервничай. Сходи за елку, почувствуй себя лазером. Маша, мои руки ничего не чувствуют. Пальцы совсем на кочанели. Как нам будет с бедою этой Витя по совету? Нравится просто песня эта. На, возьми мою вторую пару перчаток. Вторую пару перчаток? Ну да. У тебя все это время? Двадцать лет было две пары перчаток. Ну да, Витя, мы же в лесу, что делать-то? Товарищ, да? А куда побежала эти две негурочки? Туда. Туда? Да. Ну ладно, мы пошли. Мы пойдем. Идите. В осеннем КВН на тему «У природы нет плохой погоды» остроумием, эрудицией и смекалкой блистали лишь три команды. Самая молодая, округ, объединенная команда учреждений города Углича во главе с капитаном Сергеем Щенниковым. Обновленная, но постоянная участница КВН – команда Угличского педагогического колледжа, именуемая этаким жгучим названием «Перцы» с капитаном у руля Кириллом Толченовым. И, конечно же, легендарная незамедлительного действия «Бомба» – команда Центра внешкольной работы, вот уже в течение пяти лет никому не уступающая звание лучшей команды города, имеющая самый стабильный состав и бессменного капитана Наталью Першину. «Девочки, девочки, на мне какое-то проклятие! Ой, и на тебе тоже!» «Господи, Наташа, тебе лет-то сколько! Грудь это!» «Ну что, девчонки, куда бы ты концерт орванем?» «Ой, слушайте, а поедемте в салон женского белья?» «Дзикая, дзикая орхидея!» «Ой, девчонки, точно, давайте, давайте, я вспомнила! Мне надо купить две наволочки, одну просто небольшой водоотъяльник!» «Ну что, на такси поедем?» «Сейчас! У нас пешком-то эти денег нету!» «Алло! Да, да, дорогой, выступаем, да, на сцене, да, сына забери! Как откуда? Из роддомов!» К сожалению, а быть может для кого-то и к радости, на этот раз «Фортуна» повернулась к бомбе лишь в полоборота. Всего двух десятых балла не хватило команде, чтобы в шестой раз выйти из игры победителями. И первое место досталось округу. Бомба же плавно перекочевала на второе место, а на третьем неплохо укрепились перцы. «Добрый вечер! Буду рады!» «Во-первых, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом!» «Во-вторых, я сейчас открою вам свои самые любимые приемы самбо!» «Итак, левая рука вот так, правая вот так, и теперь самбо по-любому!» «Юля, расскажите, как вы познакомились с Иваном!» «Я родилась в поселке Сосновый. Все детство душа юной губницы рвалась во двор. Именно там, на качелях, я научилась любить и быть любимой. А потом познакомилась с Иваном. «Алешка!» «Софья!» «Алешка! Пойдем копать картошку!» «Именно во время этого фильма Иван впервые поцеловал меня в десы!» «Как трогательно!» «И это тоже!» «Вообще, Ваня очень красиво ухаживал за мной 10 лет!» «Каждый год на 8 марта он обязательно дарил мне что-нибудь мороженое!» «Тогда мой вопрос к Ивану!» «Иван, вы, наверное, так же любите Юлию, как и она вас!» «Да я тебя люблю!» «Был бы гимнастом, вообще по этим жил!» «Иван!» «Здравствуй, доча! Здравствуй, доча!» «Ой, и Маргарита Карловна!» «Надолго к нам?» «Ну, пока не выгонят!» «Что, даже кофа не попьете?» «Доча, я тебе всегда говорила, смотри, за кого замуж выходишь!» «Не посмотри на него! От него даже военкомат косит!» «Да, Маргарита! Я не посмотрю, что вы, Карловна!» «Да успокойтесь, успокойтесь! Присядьте!» «Вот такие они, эти ребята КВНщики!» «Мало в чем уступающие самым звездным игрокам, но, что самое главное, никогда не уливающие!» «Всегда и во всем успевающие, танцующие, поющие, в ногу со временем идущие!» «Да уж, как говорится, флаг им в руки и так держать!» «Девушки отдыхают!» «Девушки отдыхают!» «Девушки отдыхают!» Продолжение следует...